Всем привет дорогие друзья! И сегодня я хотел бы рассказать вам о термоусадочных трубках. Многие обматывают скрутку проводов с помощью изоленты, но не очень так красиво смотрится, когда на месте стыка двух проводов намотан кусок изоленты. Да и со временем изолента может отклеиться и место соединения может оказаться голым, что приведет к печальным последствиям. Можно также использовать соединители проводов, но если вы хотите сделать вечное соединение, то здесь как нельзя кстати подойдет термоусадочная трубка. Что же она из себя представляет? Термоусадочная трубка, а в народе просто термоусадка, представляет собой трубочку из особого материала. Фишка заключается в том, что если нагревать эту трубку горячим воздухом либо огнем, то она сожмется примерно в 2-3 раза. Термоусадка не проводит электрический ток, является прекрасным изолятором и надежно защищает место стыка проводов от агрессивной окружающей среды. Как правильно подобрать термоусадочную трубку? Во-первых, термоусадка должна быть в 2-2,5 раза больше, чем провод, на который мы будем ее насаживать. Во-вторых, она должна полностью перекрывать место пайки или скрутки проводов. Это главные условия. Термоусадки бывают двух видов. На основе поливинилхлорида и полиолефина. Из поливинилхлорида трубка гладкая и жесткая. Применяется она для жесткости крепления спаиваемых проводов. После усадки она становится дубовой. И второй вид сделан из полиолефина. Такой вид термоусадки на ощупь как резина. Чаще всего применяется именно он. Его плюсы очевидны, при нагреве уменьшает свои размеры в 2,5 раза. Не трескается и сохраняет свои эластичные свойства даже при температуре до минус 55 градусов. Негорючий. Выдерживает напряжение до 600 вольт. Отлично защищает спаиваемые стыки от коррозии и других агрессивных сред. Не впитывает влагу. Ну и разноцветная палитра добавит красоту вашим изделиям. Итак, чтобы подобрать термоусадку, мы должны помнить, что она должна быть в 2 раза больше диаметра провода. Именно так и не иначе. Если подберете ее впритык к диаметру, то в процессе сжатия ее толщина станет маленькой. В результате этого она будет плохо защищать спаиваемое место. Давайте глянем на это дело на примере. Берем термоусадку и одеваем ее на провод. Начинаем прожаривать феном при температуре 200 градусов, начиная с середины. Если мы начнем прожаривать по краям, то под ней останется воздух. И вот таким образом должна выглядеть скукоженная от температуры термоусадка. А вот пример защиты соединения разъемов папа-мама. Как вы видите, плюсы термоусадочной трубки вполне очевидны. Красиво, надежно и главное безопасно. Про то, как использовать термоусадку для изоляции паянных соединений, можете посмотреть одно из моих прошлых видео. А купить комплект термоусадочной трубки дешевле всего будет скорее всего на Алиэкспрессе. А как вы используете термоусадку? И что полезного можете сказать об изоляции проводов? Пишите в комментариях. Также вступайте в официальную группу нашего канала ВКонтакте. Там вы можете найти очень много полезного и интересного. Ставьте лайк, если понравилось это видео. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.